Мэр Игенни Лушаков отвечает на наши с вами вопросы сегодня. Добрый вечер, господин мэр. Добрый вечер. Константин Рост, это наш звукорежиссер Константин Казаков, это я. Тема общественного транспорта сегодня достаточно активно в Рижской Думе обсуждалась. Информируйте об идее по льготному проезду для школьников. Ну, на самом деле она активно обсуждалась раньше. Сегодня просто уже наступило понимание того, пообщавшись с предприятием Рига Сатекс, мы с одной стороны с нашими финансистами, с другой стороны, о том, что мы с этого года, с 1 сентября, можем позволить себе вести также бесплатный проезд для школьников с 5 по 12 класс включительно. То есть сейчас у нас получается с 1 по 4 бесплатно ездят дети, и с 5 по 12, соответственно, скидка 60% в 25 сантимов стоимость билета. Мы сразу сказали, что после введения бесплатного проезда для неработающих пенсионеров, следующая группа, которая в очереди ожидания на получение подобного же рода скидок, это, соответственно, школьники. По 12-му году это обойдется примерно в полмиллиона латов, то есть это дополнительная дотация предприятия. Естественно, что это дотация, потому что это не коммерческое решение, это решение о показании дополнительной социальной поддержки, решение об оказании поддержки конкретной группе, то есть это семьи, семьи с детьми. То есть это, ну, вклад, так скажем, Рижской думы в решение демографической проблемы, потому что если люди знают, что ребенок или если у них дети, то, соответственно, дети будут иметь возможность бесплатно ездить не только в школу, но и, предположим, на занятия спортивные, на занятия внеклассные, на дополнительные занятия. Естественно, это дополнительное все-таки подспорье в бюджете. И сейчас мы финансовую эту поддержку уже готовы оказать, мы не могли себе этого позволить, предположим, в 10-м году, когда водили бесплатный проезд для пенсионеров, сейчас возможности уже позволяют. Поэтому с 1 сентября, с вероятностью 99%, школьники в школу уже поедут по Риге бесплатно. Вторая тема, о которой, наверное, сейчас следует поговорить, это тоже сегодняшнее мероприятие в сотрудничестве со Светбанк. Будет проводиться очередная серия или очередной этап отспиренса, который... Толчок. Толчок, да. Ну, по-русски это не так хорошо звучит. Толчок. Да, да, да. Трамплин, скорее, так, наверное, лучше. Расскажите о том, кто может принять участие в этой программе и на что она направлена. Программа финансируется совместно Рижской думой и Светбанком. То есть, это поддержка молодым, новым, инновативным предприятиям, которые хотят развивать, естественно, это не крупный бизнес, это бизнес мелкий, чуть больше мелкого. То есть, финансовая поддержка, чтобы вот, ну, вот как будто именно тот самый толчок, чтобы дальше уже смогли показать себя во всей красе. То есть, это гранты. Только в прошлом году было... Количество заявок было сотни, десятки были удовлетворены. И помогло, если я не ошибаюсь, у нас даже в Межапарке, вот этот парк зимних развлечений, он тоже в свое время получил именно поддержку в рамках этой программы, потому что идея была хорошая, и нужно было поддержать. То есть, вот дать небольшой стартовый капитал, чтобы дальше уже раскрутили сами, и мы это делаем. Сегодня, предположим, вот один пример был, был предприниматель, который получил в свое время поддержку в рамках этой программы, но он занимается следующим бизнесом. То есть, если ты владелец небольшого предприятия, маленького предприятия, ты можешь поставить видеокамеру, самую простую, дешевую, именно у себя на предприятии. И где бы ты ни находился, с помощью мобильного телефона, там, специальное программное обеспечение, ты можешь видеть, что у тебя происходит. То есть, ты все-таки имеешь какой-то физический контроль за тем, что происходит у тебя в магазинчике, на складе или, там, не знаю, там, в бухгалтерском офисе, ну, без разницы, чем ты занимаешься. Ну, это хорошая услуга, зарабатывает на этом деньги, замечательно. — Да, ну, помимо этого, еще на этой неделе звучало достаточно существенно, это тоже тема не недели, а тема последних, там, месяцев, это строительство нефтеперегонного терминала в Балдырае. Вы в понедельник, кажется, или во вторник, то есть вчера, заявили о том, что этого терминала не будет. С одной стороны, действительно, жалобы жителей и оценка Рижской думы вот той инфраструктуры, с другой стороны, все-таки, инвестиции предполагались достаточно существенные в этот проект. — Нет особенных претензий, по большому счету, их вообще нет, только к самому терминалу. Терминал планируется современный, без каких-либо угроз среди окружающим, скажем, территориям. И если уж так выражаться совсем цинично, то угроза Балдыраевским пляжам, что от катастрофы потенциально, предположим, на этом, если бы там построили терминал, или в любом другом терминале на территории Рижского порта, в принципе, одинаково. Просто главное, чтобы этих не было угроз. Проблема другая, проблема в логистике. Вот всех этих тысяч тонн нефтепродуктов на терминал через весь город, в том числе и через Балдыраев, потому что сейчас нет никаких возможностей избежать ни утечек по дороге до терминала, как утечек самих нефтепродуктов, так и всего того, что сопряжено с этим, это запах. Другие риски, плюс это постоянный объем перевозок нефтепродуктов по железной дороге, которая находится в ее ветке, в достаточно плачевном состоянии. Вот это главные риски. Поэтому в ситуации пока нету видения того, что будет железной дорогой, каким образом это можно решить, каким образом это можно решить, чтобы этих рисков вообще не было, и чтобы не было никакого дискомфорта для жителей, соответственно, Балдыраев, в первую очередь. Я выступил с предложением отложить этот проект, и этот проект сейчас отложен, когда мы поймем, как железная дорога будет, и конкретно предприятие именно ЛДЗ планировать, и как оно разовьет в результате все, что связано с логистикой, тогда будем уже решать и о терминале. Да, прежде чем подключить наших слушателей к эфиру и с их вопросами, то есть тема строительства различных портовых объектов в Балдыраев или по дороге в Балдыраев, то есть в той части города, не закрыта окончательно, поскольку ранее предполагалось там существенно развивать вот именно портовские различные сервисы. Сейчас главный проект, получается, который в порту, это Крио-Сала. И в рамках проекта Крио-Сала, естественно, идет речь о том, что нужно развивать новую железнодорожную ветку ставить, и все то, что связано с доставкой. Просто сейчас разрешить даже современный терминал со всеми гарантиями, со всей безопасностью, который с большим запасом прочности и не представляет никакой угрозы ни для жителей, ни для пляжа в Усть-Двинске, когда по старым железнодорожным путям будут возить старые цистерны, ну это разные вещи, поэтому будет инфраструктура, будет Балдыраев в терминале, то есть все терминалы в Балдырае, но при этом все это будет взаимосвязано еще в значительной степени и с развитием проекта на Крио-Сала, потому что под те терминалы, которые будут строиться там, естественно, будут строиться железнодорожные все, соответственно, коммуникации, но опять же, как они пойдут дальше и какие будут предложены решения. Поэтому сейчас это вопрос достаточно отдаленный. И еще одна тема, это тема, которая тоже долгоиграющая, это 16 марта и те события, которые проходят в том числе и в городе Рика на этот счет. Реческая дума запретила проводить эти мероприятия, мы знаем, что те, кто их организует и участвует, как обычно, обращаются в суд, и суд отменяет запреты, наложенные Рижской думой. Как с этим вот быть? Что с этим делать? Ну, в данный момент правовая рамка, она следующая. Рижская дума, в принципе, не обязана согласовать какие-либо мероприятия, но в отдельных случаях, если мы видим какие-то риски, то есть мы ничего не разрешаем, у нас нет таких полномочий что-либо разрешать, но в определенных случаях, когда есть риски, мы можем не согласовать. И в случае с 16 марта мы были проинформированы о запланированных семи мероприятиях в рамках 16 числа, как с одной, так и с другой сторон. И мы, конкретно в данном случае исполняющий обязанности исполнительного директора, не увидел возможности избежать провокаций и конфронтаций, учитывая, что идеологическая направленность разная, место одно, время одно, и поэтому было принято решение исполняющим обязанности исполнительного директора не согласовать ни одно из мероприятий. Дальше те, кто подают эти заявки, имеют полное право в соответствии с законом обратиться в суд, и то решение, которое примет суд, то, соответственно, и будет окончательным решением, в том числе и для Рижской думы. Но дальше, вне зависимости от того, было ли бы это согласованное мероприятие, мероприятие или не согласованное, порядок обеспечивает, соответственно, естественно, внутренних дел и соответствующую структуру, в первую очередь, госполиция. Но, опять же, нет ни у кого никаких сомнений, что госполиция, естественно, успешно справится с любыми угрозами, потому что она не раз это уже доказывала и, естественно, сделает это и сейчас. Ну, позиция Рижской думы была, что лучше при прочих равных не тестировать возможности и способности госполиции. Ну, дальше, как решит суд. Ну, вот и звонки уже поступают. Принимаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Нил Валерьевич. Чисто по-человечески, вот, чисто по-человечески, а потом производственно, если мне будет позволено, перейду. Так дорого, в Юрну выезжать, Рижаном. Вот, и как ни верти, ну, по деньгам просто. Вот, и как ни верти, там надо беречь. Когда-то в советское время я трижды был в Балдарае, в этом, в Уздвинске виноват, на переподготовке. Когда-то там служил мой отец. И для меня чужой, это не чужой район, хоть я и не Рижанин, да. Вообще-то я хронический железнодорожник. И я вот туда подавал, редко в Балдарае, а вот в Засулаукс, или вот этот перегончик небольшой, между улицей Слокой, бывшая Терешкова, сейчас она, кажется, называется, да. Вот, там все время стояли мы, оставляли там эти газовые, эти цистеночки, да. Я все время думал, что-нибудь туда прицепить, и полуриги не будет. Спасибо, извините, речь идет о железнодороге, о связи... Это то, о чем мы только что с вами говорили, что... Да, с одной стороны, с другой стороны, видимо, вопрос в развитии, может быть, о запуске железнодорожной ветки в Балдарае для того, чтобы на электричке можно было доехать до этого пляжа, до Уздвинска. Скажем так, во-первых, это решение, которое не в компетенции Рижской Думы, железнодорожными сообщениями занимается железная дорога. Будут ли они готовы проводить подобные инвестиции в инфраструктуру или нет, ну, мне трудно сказать. Город, естественно, если вдруг мы увидим необходимость увеличить, скажем, количество единиц на маршруте, потому что возрастет пассажиропоток, ну, предположим, из-за того, что больше режимов будет намного активнее ездить на пляж именно в Уздвинск, ну, нам проще будет просто больше автобусов поставить на рейсы, чем прокладывать еще инфраструктуру. Как это было, кстати, прошлым летом, да, дополнительные автобусы... Ну, поставил автобусы на рейс, пускай катаются. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, сколько дней нужно суду, чтобы запретить... ой, то есть отменить запрет Рижской Думы? В связи с 16 марта вы имеете в виду? Да. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, реально несколько, то есть, если не ошибаюсь, в прошлом году это отменили за два дня до 16 марта, то есть, по-моему, 14 или 15 числа, может быть, даже и 15. Поэтому мы и приняли в этот раз решение 6 марта, то есть, ну, у всех подавших заявки с любой идеологической направленностью есть все возможности обратиться в суд вовремя и получить, соответственно, дальше решение суда. Ну, всем известны результаты, и, может быть, стоит запреты выдавать за два, за три дня. Ну, в этой ситуации мы не хотели бы, скажем, противопоставлять себя в суду, то есть, есть определенная, ну, правовая процедура, и мы даем возможность всем, и тем, кто со стороны Долгого Сванаги, и со стороны антифашистов, если они не согласны с нашим решением, и воспорить. Нам, скажем, искусственно ограничивать их во времени, чтобы они в последний момент подавали, и, там, в суд поздно ночью принимал решение, но это было бы некорректно со стороны самоуправления. — Продолжим принимать звонки, я хотел сказать, что после новостей, но мы на них уйти не можем, ибо отсутствует главный инструмент вывода на новости. Ну, ничего, он сейчас вернется. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефон прямого эфира, Нилушаков, мэр Риги, отвечает на наши с вами вопросы. Ну, мы говорим, конечно, не только о 16 марта, не только о проекте, который может быть осуществлен в Балдерае при определенных там событиях, но и обо всех других мероприятиях, связанных с городом Риги. Поэтому звоните нам в прямой эфир или присылайте смс-ки. Номер 144, надо начинать их с цифр 939, затем делать пробелы и писать текст. 10 сантиметров стоит такая смс-ка. Да, пожалуйста, ваш звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот до этого, я, к сожалению, не запомнил имя представителей тоже властных структур, выражался в том плане, что вот 16 марта, вот эти память День легионеров, что вот еще придумали как бы то, что они хотят видеть их легионеров именно как защитников Родины, что они все-таки были подвластны немецкому командованию, и что они все-таки являются преступной организацией. Но вот еще и сами, почему их чествуют? Потому что они хотят думать, что они именно защитники независимости Латвии, таким образом вот их восхлавляют. Что вот вы думаете по этому поводу? Если мы сейчас говорим не о, предположим, решении Рижской думы, которое связано с, опять же, факторами безопасности или угрозой безопасности, если мы говорим о самых легионерах, надо очень четко разделить две группы. Одна группа – это люди, которые с 1941 года по 1943 год занимались карательными акциями, то есть расстреливали мирное население, в первую очередь граждан Латвии, а также еврейская национальность, а также евреев, которые привозили из других стран, и расстреливались здесь, проводили, участвовали в карательных операциях против партизан, против жителей мирных селений в Беларуси. То есть карательные отряды, убийцы, палачи, которые делали то, что называется во всех странах, во всех языках, войными преступлениями. Это одна группа. Вторая группа – это люди, которые были в абсолютном большинстве своем призваны в легион. Какая-то часть, если мы говорим про 15-ю дивизию, были добровольцы, большая часть были призывники. В случае 19-й дивизии в мастерство это были призывники, потому что, в принципе, при немецкой власти особых возможностей для маневра у тебя не было. Если тебя призывали в армию, ты мог отправиться или в Сауэсплесс, или идти воевать. Эти люди, кто-то по своей воле, кто-то против своей воли, кто-то, думая, что он воюет за независимую Латвию, кто-то без каких-либо иллюзий, они воевали на фронте. Но такова у них была судьба, так же, как была судьба у немецких солдат вермахта, которые были отправлены на фронт, и которые ни вермахт, ни, скажем, ВАФНСС, они преступными организациями признаны не были. То есть, СС, это была преступная организация, потому что СС делилась на три группы. СС делилась на непосредственно СС, это было элитной части, где, наверное, было бы членом именно СС, членом нацистской партии, которые в первую очередь занимались охраной концлагерей, потом уже обеспечивали безопасность, и уже только в последние годы войны были кинуты на фронт. А также создавались дивизии из отдельных представителей Западной Германии, это была Фламандия, это были датчане, это были другие скандинавы, причем из Бельгии это были и фламандцы, и франкофоны, это были и голландцы, то есть, ну, всякая сборная. Потом создавались еще дивизии из граждан бывшего Советского Союза. То есть, это были латышские дивизии, это было, извините, у меня почти 250 тысяч казаков, которые воевали, это была армия Власова. В общей сумме из бывших граждан Советского Союза на стороне нацистской Германии воевало один миллион человек, огромное количество. Эти люди, они стали жертвами, то есть, которых призывали. Еще раз подчеркиваю, те, которые были военными преступниками, это отдельный разговор. Те, которых призвали, я считаю, что они стали жертвами нацистской Германии, которых призвало в армию и кинуло воевать против, соответственно, Советской армии. Вопрос в том, воевали ли они за независимую Латвию. Может быть, кто-то из них думал, что он когда-то сможет воюя за гитлеровскую Германию, увидеть независимую Латвию. Абсолютно понятно, что это были напрасные мечты, потому что те документы, которые остались, свидетельствуют о том, что у нацистской Германии не было никаких планов предоставить даже автономию Латвии. То есть, речь шла об инкорпорации в состав Великой Германии, это была бы абсолютно германизированная территория. Ну, люди в 43-м, 44-м, 45-м году вряд ли об этом имели хоть какое-то представление. То есть, те, кто воевал на фронте, для меня жертва нацистской Германии. А те, кто участвовал в карательных операциях, это, естественно, военные преступники, и с ними все понятно. Ну, здесь, несмотря на то, что нам надо действительно уйти на новости, все-таки следует, наверное, продолжить эту дискуссию, которую неожиданно поддержал и президент Латвии, господин Берзинич, выступив со своим знаменитым заявлением о необходимости склонить голову и так далее. И второй момент, обсудить это то, почему ни в одной из упомянутых вами стран или территорий нет ничего подобного 16 марта в Риге, когда нельзя отличить тех, кто якобы прославляет бойцов, павших за независимость Латвии, от хоккейных фанатов, которые отмечают победу любимого клуба. А вот это уже третья история, что вот эти люди, которые были призваны воевать на стороне нацистской Германии, они стали еще раз жертвами, да, но уже в 90-е годы, когда их, я не знаю, по их воле, кого-то против их воли начали делать героями борьбы за независимость, когда они никогда не были героями борьбы за независимость, потому что они не могли по определению бороться за независимость. И 16 марта известно только тем, что тогда это был первый раз, я не знаю, были ли после этого еще случаи, когда и 16, и 15, и 19 дивизии воевали вместе. То есть так получилось. Это было их первое так называемое боевое крещение, когда они совместно участвовали в боевых действиях. Нету в этой дате ничего исторического и ценовоста с этой точки зрения. Но этих людей их еще раз использовали. Их призвали немцы против их воли воевать против Советского Союза. В 90-е годы политики начали делать из них героев борьбы за независимость, хотя они не были. Никого не может быть в человеческие претензии, если они хотят пойти помянуть тех, кто погиб на фронте, делать это. Но те люди, которые их использовали таким образом, в своих политических целях, естественно, они поступили по отношению к семилегионерам, по меньшей мере, очень некорректно. Если не сказать подло. Мы сейчас делаем перерыв, новости, рекламу, затем продолжаем. Мы продолжаем эфир. У нас есть 12 минут, в течение которых вы можете задать свои вопросы мэру Регине Лушакову, звоня нам в студию по телефону 672-12-93-9 или 672-13-93-9, либо присылая смс-ки на номер 144, надо начать их с цифр 939, сделать пробелы, написать текст. Есть уже и смс, и звонки. Все-таки звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. не пар ко, bet они варилах тарист и нетернеряй обтаках. Это уже менять, мы, парни, прилетает, ручка, прилетает, дарья, но дома, да иисamo, да иисamo, у нас дарди нет. Поздравляю! — Я, поздравляю, я вам звоню. Я знаю, что я вам пара, я вам рассказываю, как это вы перезая. Я вам прощак, что это вы не было... ... у меня не было лица курса, и как для этого тебя в немızка метров изоткли получал, это видеться раз. Я вам было плакать. Я вам получилось, что очень-то тут не было. отбил дрожь вен в этот накамай райдами воевается уравы есть не видите у меня наушники тут плохо работают это просто у нас что-то здесь с эфиром было еще как вопрос слышал откуда-то но не из наушников но помните вот где наушники так вот жал кстати автомобильных вопросов дорожных вопросов они себя кстати не заставили долго ждать и sms к есть ли планы по льготам для автомобилей дружественным окружающей среде например для гибридных машин например в лондоне для них бесплатная парковка в центре в норвегии не надо платить ежегодно налог и т.д. бесплатную парковку для гибридов в принципе можно было бы сделать только сколько у нас гибридов я не знаю статистики то не представлено но что у нас были планы по бесплатной или льготной парковки для электромобилей но их тоже я предполагаю что вот но там двух парковочных мест на первый год хватит но в готовы это рассматривать естественно налог налог это опять же не наша категория парковка да так и второй вопрос сюда же когда начнутся работы по ремонту ям когда средняя температура установится стабильно на уровне между плюс 5 и плюс 10 градусов а кстати говоря как заполняется список ям список ям до кризиса ям рижане активно заполняют благодаря погодным условиям заполняются очень быстро потому что эти перепады температуры от минус 25 до плюсы и опять минус но не очень это полезно для асфальтового покрытия поэтому ям хватает но говорю еще раз у нас в этом году а бюджет на ремонт асфальтового покрытия больше чем в прошлом году раз плюс мы планируем на поправках выделить еще полтора миллиона латов по 500 тысяч на каждый из районов соответственно продаугово север и восток именно на внутриквартальные ремонты это с одной стороны немало то есть только никогда еще самоуправление не выделяли за раз но естественно нужно понимать что отремонтируют часть но далеко не все и поэтому будет много жителей различных дворов которые будут обижены что на соседний двор хватило средства на их двор еще не хватило но опять же полтора миллиона то уже достаточно большой первый шаг ремонт начнутся с того момента когда температура будет плюс 5 плюс 10 градусов тогда и начнем сейчас все ремонтные работы которые проводятся это временные ремонтные работы то есть когда предлагается соответственно временное решение по скажем ликвидации отдельных ям которые совсем уже мешают но это если вдруг увидите что во время дождя или мясовую температуру засыпает яму это не потому что они халтурщики или жулики а просто потому что проводится временная ремонтная работа то есть я мы не совместимы с жизнью автомобиля там может для окна ну когда это примерно я мы прямо на обстановке общественного транспорта то есть любой автобус который подъезжает начала обливает пассажиров потом уже паркуется потому что так это яма расположена ну для примера пожалуйста здравствуйте добрый вечер я хотела задать вопрос вам ну и малоимущим да вот можно было бы в эти европейские пачки там добавлять какие-то вот кроме укроп да там ну какие-то консервы там или это молоко спасибо за вопрос европейские пачки это идет как вы их назвали через государственные структуры то есть это не имеет отношения к рижской думе что что делает рижская дума для малоимущих возможность посещать бесплатной кухни то есть их сейчас город если не ошибаюсь уже шесть где предъявляя или справку или если у тебя есть эталон соответственно он служит тоже как идентификационный документ возможность получить первое второе или на месте или можно забрать собой то есть кухни горячего питания то есть раз в день это возможность есть для соответствующих групп а вот эти пакеты они идут не через рижскую думу мы к ним никакого отношения не имеем пожалуйста здравствуйте добрый вечер да пожалуйста задавайте свой вопрос по поводу дорог тоже в тему хотел сказать проблема меня у меня каждый год мне кажется что вот я все таки не самая холодная страна где фальдио дороги может стоит принять какое-то другое покрытие для более суровых зимних условий чтобы не можно было ремонтировать положить дольше например я не в курсе я поэтому спрашиваю вот эти варианты другие чем те которые используют сейчас не надо специфично за тем что в отличие от других стран здесь не так что только холодно или только тепло у нас проблема любой зимой что на 100 холодно то тепло то есть бесконечная смена температуры то о чем я говорил это и самое вредное для дорожного покрытия какие-то решения уже предлагались но они к сожалению были значительно за пределами наших финансовых возможностей то есть может что угодно сделать можно как говорится любой каприз за деньги но сейчас для того чтобы вот эти современные решения предложить которые потом мне нужно какое-то время на ремонтировать но таких возможностей пока у города нет поэтому приходится пользоваться теми технологиями которые использовали на все эти последние десятки лет так почему не вот в энерго не латвия с газа не устанавливают никакую коррекцию на свои услуги по общим счетчикам и только ну я понял только рига суден с позволено это делать с технической точки зрения коррекция связана в первую очередь с тем что многие жильцы скажем так по-разному пользуются этими счетчиками попросту говоря воруют воду это некрасивое слово но это действительно на части наших будней то есть есть возможности воздействовать механическим на счетчике есть возможность там когда я откручивают и соответственно на вода течетно при этом так как счетчики разной степени точности а то не фиксируется на счетчики это значит что газ ты не можешь таким образом чуть чуть открутить это не будет фиксироваться. Или воздействовать на электрический счетчик, который находится, во-первых, за пределами квартиры всегда. То есть, эти квартиры в советское время строились таким образом, что счетчики на электричество находились на лечебной клетке. То есть, прикрутить магнит, еще каким-то способом на него воздействовать невозможно, потому что это все будут видеть. Поэтому проблемы ни у Латвия с газом, ни у электричества, у Латвии, у Латвии Энерго нет. Есть проблемы именно у Рига Суданс. Поэтому то предложение, с которым сейчас выступает предприятие Рига Снампар Волныкс, оно заключается в следующем. Ставятся счетчики нового поколения, на которые воздействовать невозможно. Если дом принимает решение, 51% цен жильцов, что мы переходим в нашем доме на счетчики нового поколения, то в этом доме коррекция падает до уровня 2-3%. Потому что параллельно так же, но это можно делать не обязательно, переходя на новые счетчики, потому что параллельно также еще тестируется, естественно, общий входящий счетчик на дом. Кроме этого, принимается решение таким образом, что если какие-то жильцы отказываются перейти на счетчики нового поколения, тогда вся коррекция, которая получается в доме, она делится только между ними. Но для этого жильцы А должны 51% жильцов проголосовать за. Во-вторых, эти счетчики ставятся и два варианта. Или их ставят за счет накопления дома, или их просто сдают, предприятие сдают в аренду по цене меньше Лата, до Лата за один счетчик в месяц. То есть, это получается так или иначе выгоднее, если брать дома, где коррекция составляет до 100%. Но это должно быть решение жильцов, потому что без решения жильцов предприятие на Амапарвилле не может делать ничего ни счетчиками, ни с какими-либо другими тратами по отношению к дому. СМС-ку прочитаю и далее звонок примем. Прославление легионеров – это попытка найти своих героев там, где их нет. Трудно искать черную кошку в вторной комнате, особенно если ее там нет. Считают наши слушатели или слушатели. Нет, ну вопрос, вопрос, когда мы говорим опять же о легионерах, их использовали еще раз в 90-е годы политики. О чем вы уже сказали просто. Пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер, господин мэр. Как вы прокомментируете такое мнение, я просто хочу вернуться к дорогам. Может быть, это не совсем ваши компетенции, но я недавно был в Литве, выезжаешь из Латвии, выезжаешь в Литву, ну просто как Европа, ровные дороги. И я задал вопрос банковскому служащему, не простому клерку, а человеку, который занимает достаточно высокий пост. Почему у нас нет таких дорог, как в Литве, почему не приглашаем литовцев у нас делать? Вы знаете, он не ответил одной фразой, потому что они не платят откаты. Спасибо. Ой ли, ой ли литовцы этим и не занимаются? Ну, мне трудно оценивать, сравнивать, скажем, коррупционные риски в Латвии и в Литве. То, что сейчас проходит на уровне рижского самоуправления, любой конкурс практически всегда спаривается с другими участниками. Любой конкурс проверяется, бюро по надзорам за закупки. То есть мы, в принципе, всегда, когда планируем какие-то работы, мы сразу добавляем месяц на спаривание результатов, потому что это стало практикой. Поэтому возможность коррупционных рисков, она сейчас снижена тоже до абсолютного минимума, потому что, учитывая кризис,